МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии СОВСКОВНОВОСТЯ МЕРКИДРАСОВ. Здравствуйте. В городской мэрии состоялся конкурс на замещение должности начальника отдела молодежной политики. В течение нескольких месяцев эта позиция была вакантной. Из трех кандидатов в комиссию должна была сегодня избрать будущего руководителя, наиболее активного и заинтересованного в развитии молодежной политики. В нашем городе администрации регулярно проводятся масса различных мероприятий для молодежи. Творческие и спортивные конкурсы, соревнования, встречи с интересными людьми и торжественные празднования. Но вместе с прогрессом меняются мировоззрение и интересы поколения. Требуются свежие современные идеи и проекты, а соответственно и активные, вдохновляющие молодежь руководители. Кандидаты на должность начальника отдела молодежи представили членам комиссии свои резюме и по очереди рассказали о том, каким образом они планируют развивать данную сферу. Ну вообще работа с молодежью, со спортом, мне это направление близко по духу, так как сам молодой. И развивать, я думаю, молодежную политику и спорт в том числе, это более приоритетное направление нашего города, будущее за молодежью. Представителей комиссии интересовало, какие проблемы в молодежной сфере будут решаться кандидатами в первую очередь. У каждого из претендентов на должность было сформировано свое видение о направлениях, в которых следует развивать молодежную политику. Профессиональное развитие, спортивное развитие укрепляет и внутреннюю политику, внутренний дух и самого человека, что в будущем даст нам подготовленных, зрелых людей. После небольшого совещания комиссия единогласно выбрала победителя конкурса. Ближе сейчас к молодежной политике Ренат, потому что он полностью, вот последние годы четыре плотно работает с волонтерским центром. Он очень хороший программист, он очень ответственный человек, это из плюсов я перечисляю. Ренат Хабибуллин несколько лет подряд активно сотрудничает с городскими учреждениями и помогает организовывать мероприятия. На официальной должности он планирует поэтапно развивать сферу молодежной политики в нескольких направлениях. Молодежная политика, она неделима, то есть если человек активен, он будет заниматься и социальной сферой, и спортом, и другими полезными вещами для города. То есть нельзя что-то выделить, надо все сферы развивать одинаково. Гульнас Филатова, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Кумерталское аэционно-производственное предприятие, безусловно, гордость нашего города. Сами же заводчане не забывают и основателей своего предприятия. Так ежегодно на заводе чтят память одного из основателей завода Александра Самойловича Палатникова. Подробнее в нашем следующем материале. А начиналось все так. В конце 1966 года, в начале 1967 года, по поручению министерства и партийных органов, группа авиационных специалистов рассмотрела вопрос о постройке здесь летательных аппаратов, строительстве такого завода. Сегодня на предприятии КумАПП прошло мероприятие в честь первого организатора завода Александра Самойловича Палатникова. Данное мероприятие вошло в традицию и проходит каждый год. Ведь Александр Палатников стоял у истоков Кумертаусской авиации, всю свою жизнь посвятив заводу. Мы считаем, что в нашем коллективе считается, что отец-основатель завода Палатников, который превратил его из обыкновенного механического завода, одного из сотен заводов в тогдашней Башкирской автономной Советской Социалистической Республике, полноценное предприятие полного цикла, производящее авиацию. Это его заслуга как организатор. Мы его вспоминаем постоянно и в процессе производства и сравним, как бы он сделал на тот момент, что мы сегодня делаем и что бы он сказал. Нам бы по 16 иметь точное представление сегодня, кто будет заниматься, сколько мы понимаем, что мы можем дать сверхплана для экспорта. Экспорт просит сверхплана. 11 декабря этого года известному инженеру исполнилось бы 93 года. В этот день ветераны производства возложили цветы к монументу Александра Самойловича. Также заслуженные работники предприятия выразили теплые слова в адрес известного инженера и директора завода. Этот человек просто уникальный. Конечно, были у него свои отрицательные. Не бывает же такого, чтобы человек был до такой степени положительный. Были отрицательные. Но в основном это был сугубо авиационник, сугубо чисто такой инженер, который мог решать вопросы и инженерного характера, и организационного характера. Далее все собравшиеся отправились в музей, где в уютной обстановке вспоминали историю предприятия. Ведь сколько трудностей они прошли вместе с заводом, и сколько еще предстоит пройти нынешнему поколению. Основной момент это пообщаться с ветеранами, пообщаться о том, как возрождался этот завод, о том, как на сегодняшний день, что происходит с заводом, и о будущем, соответственно, поговорить с советом ветеранов. По словам руководителя завода, такие встречи будут проходить и в дальнейшем. Ведь все работающие на предприятии не просто коллеги, это целая семья. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». На прошедшей неделе в Ковергазинском районе состоялось заседание Совета муниципального района. Одной из основных тем стало прогнозирование доходов и расходов на следующий год, а также социально-экономическое развитие района на 2017 год. В работе заседания приняли участие глава района, его заместители, начальники отделов администрации и руководители организации. Советом были рассмотрены 8 вопросов. С докладом об основных показателях деятельности района выступила начальник отдела экономики Ольга Алексеева. По оценке 2016 года объемы окруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг промышленных предприятий составит 515 миллионов рублей против 495 миллионов рублей в 2015 году. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101%. В промышленном производстве с нарастающим итогом сработали такие предприятия, как ООО «Газа Молоков», ООО «Лимонник», ООО «Газинский завод нефти промыслового оборудования», ООО «Гомнальник». Начальник финансового управления Альфия Зыкова проинформировала присутствующих об общих поступлениях налоговых доходов в бюджете района за 2017 и на плановые периоды 2018 и 2019 годов. Общий объем дохода бюджета муниципального района в Кургазинский район определенный на основе действующего законодательства с учетом ряда планируемых изменений на федеральном и региональном уровне планируется на 2017 год в сумме 456 354 400 рублей. Депутатами на встрече было утверждено соглашение о передаче сельским поселениям части полномочий района и имущество Ермолаевского сельсовета в муниципальную собственность. Также был определен коэффициент базовой доходности по улицам районного центра и населенным пунктам. Глава администрации подчеркнул, что несмотря на кризисные условия район будет продолжать развиваться. Продолжаем выпуск. Кумертавских первоклашек посвятили в кадеты торжественной церемонии, прошли в школах города. Поздравить и поддержать ребят пришли их родители, родственники и учителя. Наша съемочная группа побывала в пятой школе. Подробнее с мероприятия расскажет мой коллега Константин Меркушев. Кадетству признано подготовить молодежь к военной карьере. Преимущество такого обучения – формирование у ребенка самостоятельности и любви к родине. Важная роль в такой школе отводится принципам. Так, кадет – это человек, который ценит традиции, воспитывает себе различные достоинства и целенаправленно формирует из себя культурную и патриотическую личность. Посвящение в кадет именно 9 декабря имеет особое значение, ведь во всей России этот день посвящен героям Отечества. Очень символично, что мы проводим посвящение кадетам именно сегодня, в День Героев Отечества. Ведь именно сегодня мы отдаем дань воинам, которые защищали нашу страну в разные годы и живущим героям сегодня. Вообще сегодня патриотическое воспитание является ключевым в воспитании подрастающего поколения. И коллектив школы номер 5 уделяет этому направлению очень большое внимание. Юные кадеты шеренгой вошли под звуки марша в зал, где уже собрались родители, учителя и гости. Кадетский класс – это не только красивая форма и известность среди сверстников, но и упорный труд. Так, например, свое стремление стать кадетом проявляют еще до школы. Вообще он нас захотел. Когда он был в выпускной группе детского сада, их на 1 сентября приводили сюда в школу, показывали первоклассников, так как они будущие первоклассники. Ему очень понравилась кадетская форма. Он даже, мы с ним поспорили, если он выучится, научится читать сам, то я его отдам. Он выполнил свое обещание, поэтому мы вот таким образом попали в кадетский класс. Помимо общеобразовательных предметов, ребята занимаются физической подготовкой, вокалом, постигают основы школы выживания и строевой подготовки, изучают основы этикета и медицины. Такой набор дополнительных предметов не случайен. Носить звание кадета – это не только престижно и почетно, но в то же время и большая ответственность – не запятнать честь мундира. Всего в нашей школе открыто три пока кадетских класса. То есть три года назад мы начали открывать эти классы. Но я хочу сказать, что сегодня обучение в этих классах пользуется очень большой популярностью среди родителей. И мы настроены только на расширение этих классов и на создание очень хороших условий для воспитания юных граждан нашей страны. Юный ученик, который уступил на путь кадета, должен быть готов к насыщенной учебной программе и соревнованиям, которые не предусмотрены в обычной школе. Его научат порядку и дисциплине, но прежде он должен это заслужить. И отправной точкой в жизни кадета становится посвящение, клятва и присяга. «Свято плюсти свою честь, честь класса и честь звания русского кадета!» «Люша!» Ребятам вручили свидетельство кадета. И те, кто удостоился такой чести, безмерно этим гордится. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». На прошедших выходных в городе прошел чемпионат Республики Башкортостан по жиму лёжа. Наш город представили как молодые спортсмены, так и действующие титулованные рекордсмены. На открытии чемпионата показательными выступлениями участников поддержали культуристы. Также участников соревнований поприветствовали члены жюри и приглашенные почетные гости. После состоялось награждение девушек, первенство среди которых проходило с самого утра, в рамках чемпионата. Наши участницы выступили достойно, заняв первые и вторые места на пьедестале в нескольких категориях. Наталья Фёдорова стала победительницей среди девушек от 23 лет с результатом в 80 килограмм. Сегодняшний мой результат – это рекорд. Я ещё такому весу не подходила. И мне кажется, что самое главное – это поддержка тренера. Вот он со мной всегда, меня тренировал, готовился со мной, и у меня всё получилось благодаря этому. Всего в чемпионате приняли участие около 180 участников из городов и районов республики. Из них 45 – девушки. То есть можно сказать, что пауэрлифтинг становится всё популярнее среди женского пола. Соревнования прошли по трём возрастам. Юноши и девушки до 18 лет, юниоры – до 23, и третья категория – женщины и мужчины старше 23 лет. Наш город представили четыре клуба – «Сила», «Прометей», «Юбилейный», а также воспитанники военно-патриотического клуба «Гефест». Прогнозов давать не буду, но приложим все усилия для того, чтобы выступить достойно, для того, чтобы представить наш город достойно. Приложим все усилия. В первый день чемпионата участники состязались в экипировочном жиме лёжа. Старший тренер сборной Башкортостана отметил высокий уровень подготовки команд нашего города. И неудивительно, ведь три кумертауских спортсмена входят в состав республиканской сборной. Однако и соперников сложно было недооценивать. Александр Бабин, участник уфимской команды, стал победителем в категории до 93 килограмм. А в абсолютном зачёте уступил лишь нашему спортсмену Александру Сокменёву. Как всегда, кумертау на высоком уровне проводят соревнования. Я, знаете, езжу на чемпионаты России. И вполне по организации даст хору любому российскому турниру, там, зональному переступу без проблем. Поэтому, я думаю, всем нравится, все участвуют, все показывают хорошие результаты. В целом для наших спортсменов чемпионат прошёл довольно успешно. Женская сборная кумертау заняла в командном зачёте второе место, а команда мужчин добилась самых высоких результатов. В общекомандном зачёте мужчины у нас заняли первое место. Также в общекомандном зачёте юноши и юниоры у нас тоже заняли первое место. То есть такой у нас стопроцентный результат. Огромную благодарность участники чемпионата выразили организаторам мероприятия. Многим удалось добиться для себя рекордных результатов. Другим есть куда стремиться. Эдуард Виколов выступал в категории до 83 килограмм. Ему покорился вес 185. Я показал для себя хорошие результаты. Предела нет. Будем тренироваться. Будем поднимать больше. Самое главное – это желание. Желание пахать, заниматься, выступать. К чему и призываю всех, особенно молодых спортсменов. Такие высокие результаты наших участников стимулируют начинающих спортсменов заниматься пауэрлифтингом профессионально. А это одна из основных целей первенств и чемпионатов по жиму лёжа. Изначально все приходят в тренажёрный зал просто подкачаться, стать сильнее. А потом уже люди знакомятся с этим спортом и это затягивает. Затягивают вот эти вот большие килограммы, затягивает вот это ощущение помоста, соревновательный такой вот драйв. Вы посмотрите, всё это под музыку, ярко, красочно, это очень интересно. По лучшим результатам чемпионата будут отобраны кандидаты для участия в первенстве России, которая пройдёт в феврале следующего года. Тем временем мороз и сильный ветер не помешали игре чемпионов. 11 декабря в селе Ермолаево состоялся матч-открытие первенства Республики Башкортостан среди юношей сезона 2016-2017. На хоккейной площадке встретились команды из Салавата и Куэргазинского района. На матче побывала и наша съёмочная группа. Уличная ледовая арена у Ермолаева была заполнена под завязку. На льду встретились действующие чемпионы и вице-чемпионы первенства Республики Башкортостан среди юношей. Матч проходил на естественном льду, ведь именно на таких площадках зарождался хоккей. Я из себя помню на открытых стадионах. Это хоккей, но в принципе так и зарождался на открытых площадках. Вот в районах, скажем так, с небольшим населением, но всё-таки большие дворцы это не очень, наверное, будет экономично. Поэтому такие вот площадки открытые в районах, они очень полезны именно для детей, для занятий хоккеем. То есть в принципе всё идёт, весь хоккей такой и начинается с открытых площадок. Ещё до матча соперники договорились дружить. Но спортивный дух и интерес всё поменял. Обе команды так хотели выиграть этот матч, что дело доходило до неспортивного поведения. Но, как говорится, в хоккей играют только настоящие мужчины. Порная игра и удивительный результат. Только в первом периоде было заброшено три шайбы. Причём хозяева площадки могли забросить и больше. Не хватило везения и голевого чутья. Общий счёт первого периода 2-1 в пользу команды из Куяргазинского района. Во втором периоде словацкая команда сравняла счёт 2-2. В третьем периоде болельщики так и не увидели заброшенных шайб. Дело дошло и до послематчевых булитов. Хоккеисты признают, что булиты – это лотереи. Поэтому выиграет та команда, которая будет более удачлива. Множество штрафных ударов было исполнено. Единственная шайба команды «Алмаз» всё решила. Мы не предполагали, что соперник будет настолько силённый. И готовились к хорошей, интересной игре. Но не предполагали, что так получится сложно играть в этих погодных условиях. Игра, одним словом, была очень интересная, напряжённая. И мы довольны результатом. Но всё-таки это же действующий чемпион сейчас. Действующий чемпион, но команда «Салават», «Алмаз», она всегда боролась за первые места. И дух победителя у нас был всегда, и он останется. И поэтому мы играем всегда с удовольствием. И в каждой игре стараемся победить. Игра была равной. Дух победителя присутствовал и у команды из Кургазинского района. Но не хватило какого-то фарта, везения. В завершении матча состоялась церемония награждения. Салаватская команда получила кубок. Ну а наши ребята удостоились громких аплодисментов за свою поистине спортивную борьбу. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.